Всем привет, это Сергей Шаляпин. Добро пожаловать в мой видеоблог о недвижимости Пукета и всему, что с этим связано. Сегодня со мной Андрей Соколов. Привет, Андрей. Приветствую. Андрей организует бизнес-путешествие для бизнесменов из России. И сегодня они приехали в гости сюда, на Пукет. Сейчас мы сядем за стол, чтобы пообщаться, и я, видимо, отвечу на какие-то вопросы. Да, все будет примерно так. Андрей, расскажи, пожалуйста, вкратце, чем ты занимаешься, чем занимается ваша компания? Ну, у меня на самом деле не один бизнес. У меня в России еще есть один бизнес. Мы занимаемся консалтингом, то есть помогаем малому и среднему бизнесу повышать продажи, повышать лояльность клиентов. Давно у меня была мечта сделать именно бизнес-путешествие, чтобы люди могли получать ценность. Основной это нетворкинг, то есть компания-предприниматель едет в активное путешествие. Они между собой общаются, обмениваются лайфхаками, помогают расти друг другу. Также мы в наших путешествиях встречаемся с местными предпринимателями, то есть в данном случае мы в Таиланде, и нам посчастливилось с тобой встретиться, пообщаться. Таким образом мы знакомимся с местным колоритом, с местными налогами, какой бизнес можно построить, как инвестировать деньги. Людям это все так же интересно для дальнейшего их развития. Я так понимаю, что сейчас мы встретимся с ребятами, а кто эти ребята? У нас собралась сейчас прекрасная команда предпринимателей. Это собственники СММ-агентства, страховые компании, также маркетинговые агентства. В общем, много разных ребят, которые занимаются разными бизнесами. Сейчас я думаю, что мы сядем за стол все вместе, за стол переговоров и поподробнее со всеми познакомимся, пообщаемся и тебя немножко попытаем. Хорошо. Я так понимаю, всех объединяет одно, они все хотят расти. Да. Друзья, еще раз всех приветствую, всем добрый день. Это первый гость в нашем пустишествии Сергей Шаляпин. Он занимается недвижимостью и знает, наверное, все о недвижимости в Таиланде. Вот, приветствуем его. Сергей, расскажи для начала, как ты сюда попал, в принципе, в Таиланд? Из какого города, откуда ты прилетел? Вот, и, ну, в принципе, о себе. Так, ну, мы приехали с женой из Санкт-Петербурга в 2012 году, уже 6 лет. В Таиланд переехали в основном потому, что Таиланд выиграл наш чарт. То есть мы выбрали его из числа многих других стран. У нас был большой достаточно список, в том числе и европейские, азиатские страны. Какие основные страны были? Основные страны были – это Италия. По-моему, мы Голландию рассматривали еще. Индонезия, Китай, Таиланд и что-то еще. Мы смотрели, по-моему, то ли Камбоджа, то ли Лаос. То есть после долгого рассматривания разных формов винского интернета и прочего, мы остановились на Китае и Таиланде, в первую очередь по финансовым соображениям, потому что это было по карману, и из-за мягкой визовой политики. Потом я съездил в Китай, в частности в Шанхай, на разведку на неделю, пообщался там с местными русскими, с теми, кто там живет, и понял, что это точно не мое Китай, я не хочу ни жить там, ни вообще… Ну, можно путешествовать иногда, но жить я там не хочу, и все, и мы собрали чемоданы и приехали в стол. Мы никогда здесь не были до этого оба ни разу. И вот так вот с четырьмя чемоданами и небольшой суммой денег переехали сюда. Как это получилось? Вы поехали сначала в путешествие, а потом решили? Или вы планировали то, что вот… Мы прям сразу взяли чемоданы и приехали сюда. Клево. Там все продали, лишнее. Здорово. И в итоге ты сразу начал здесь заниматься недвижимостью? Ну, не совсем так. Так, я попал в компанию застройщика и занимался сначала интернет-маркетингом в одной достаточно известной компании. Потом для этой же компании я создавал отдел продаж недвижимости. После этого работал еще в двух агентствах недвижимости. И уже, когда два года назад примерно, я создал свою личную компанию по продаже недвижимости. Изначально я начал заниматься продажей. А год назад я к этому списку добавил еще и компанию по управлению недвижимостью. И также она занимается арендой. Полноценная. Расскажи, как ты, в принципе, сейчас развиваешься? Я так понимаю, у тебя YouTube-канал, на котором ты транслируешь свою жизнь и бизнес? Жизнь свою я не очень люблю снимать на видео. То есть, ну, вот такие, знаете, прям, как я пошел в магазин, там, вот мы идем там к доктору. Нет, такое я не снимаю. Я снимаю путешествия, когда они какие-то интересные, такие циклы, как бы. И в основном я снимаю профессиональные видео. То есть, мой канал, он именно профессиональный. То есть, у меня небольшое количество подписчиков, там, порядка 6 тысяч, но это все... Целевые подписчики. Да, целевые, органические подписчики, которые заработаны, выстраданы мной, и которые очень... Ну, они активные, они... То есть, в этом смысл, я считаю. А YouTube, это просто изначально, это было творчество. То есть, я решил попробовать, смотрел, куда применить свою энергию. И вот из YouTube потом это уже переросло в бизнес. То есть, это не так, что для бизнеса. А, вот так вот. Но в итоге у тебя сейчас получается через YouTube привлекать клиентов? Да, конечно. То есть, это полноценный канал привлечения? Ну, когда я только начинал, я был один на рынке, кто так делал. Ну, именно на русском рынке Пхукета. И надо мной даже многие смеялись. Коллеги, когда я им рассказывал, что я снимаю вот блог про недвижимость, там, все... Они говорят, да, это все для миллениалов, это все не работает, это все ерунда. А когда увидели мой новый Mercedes, они немножко поэто... Круто, ну... Передумали. Раз ты начал рассказывать... Ролики, все ходят с камерами, все все снимают, все там какие-то рекламные ролики, операторы кругом, звук, там все, свет, камера, мотор. Слушай, ну, раз ты сказал уже про Mercedes, давай тогда делись какими-нибудь цифрами. Сколько у тебя получается зарабатывать, какие, ну, вот... Ну, скажем так, свой миллион долларов я уже заработал и уже потратил даже. То есть я, как это, у меня много собственности, но у меня малая каша всегда. То есть такое вот, как бы... Какой у себя оборот, допустим, в месяц или в год? Сколько, ну, количество... Ну, за прошлый, за последний год я примерно 7,5 миллионов долларов у меня был оборот, это так. Это на продаже, на аренде, на всем месте? На продаже. Не, аренда это отдельный бизнес, но он не очень оборотистый, не очень маржинальный. Я его держу больше как дополнительную услугу. То есть это как такой, как апселл немножко, да, то есть это услуга для моих клиентов, которые покупают. Потому что я работаю в основном с инвесторами. То есть я работаю не просто с людьми, которые хотят купить квартиру за границей. Я работаю с теми, кто вкладывает свои деньги для того, чтобы зарабатывать на недвижимость. Чтобы жилье вырастало в цене и потом можно было... Больше даже речь идет об аренде. То есть вырастание в цене, это вопрос такой, да, то есть это может случиться, может не случиться. А я работаю с теми, кто хочет именно сдавать в аренду, то есть иметь пассивный доход. То есть, допустим, у меня есть деньги, я говорю, звоню тебе, я хочу купить. Дальше я покупаю эту недвижимость и сдаю ее в аренду, правильно? Да. То есть такая бизнес-модель. Сколько денег нужно? Какой недвижимостью ты занимаешься? То есть это премиум или это средний какой-то класс? Что это, виллы, отели? Как это выглядит? Ну, если смотреть на мою статистику за последние, допустим, два года, то в основном это была недвижимость среднего уровня, то есть это средний чек от 70 до 300 тысяч долларов за одну. Что это, дома, виллы? В основном квартиры в домах, кондоминиумах. Ну, я также занимаюсь виллами. Просто виллы сейчас, в общем-то, спрос не очень большой на пакете. Их немного уже строят. Связано с тем, что земля дорогая и невыгодная стала. Очень дорогие, получается, цены. А кондоминиумы, жилые дома, многоквартирные, да, сейчас активно строятся и продаются. Расскажи, вот, если, допустим, я инвестор, и я хочу вложить деньги, какие сложности я встречу в этом случае? И вообще, как вот эта вот модель работает? То есть вот у меня есть там, допустим, 100 тысяч долларов. Как мне их вложить в недвижимость? И как я буду получать обратно эти деньги? Ну, вложить их, в общем-то, несложно, да. Тут есть варианты купить, допустим, первичное жилье или вторичное, так же, как и в России. Здесь можно купить недвижимость в собственность на свое имя, да, то есть в отличие от того же Китая, например, да, в Китае там максимум на 70 лет. И дальше есть варианты, допустим, зарабатывать с компанией-застройщиков, потому что здесь большинство застройщиков предлагает программы гарантированного дохода. Разные от 7 до 10% годовых на определенный срок. 3, 5, 7, даже 10 лет бывает. И можно пойти, допустим, в состороннюю управляющую компанию, ну, вот как, например, моя. То есть если я не хочу этим заниматься, я просто хочу вложить деньги, чтобы они у меня работали. Здорово. Какие еще бизнесы ты можешь посоветовать? Вот что, в принципе, русские могут приезжать и куда вкладывать деньги? В Таиланде, да. Вы знаете, мне сложно судить, потому что я, как бы, так вот вокруг, все, что связано с недвижимостью, вокруг недвижимости, это моя тема. А вот, как бы, погружаться в какой-то ресторанный бизнес или в какой-то отельный бизнес. Ну, я более-менее сейчас понимаю, что такое отельный бизнес. Я понимаю, как это тяжело, я понимаю, как это затратно. И, на самом деле, даже низко маржинально. То есть вкладываться, например, в какой-нибудь гестхаус или там что-то такое, я бы не советовал, конечно. Проще сказать, что я не советую. Потому что еще я не советую связываться, например, с транспортом. Вообще ни с какими. То есть это аренда байков, аренда машин, аренда лодок. Вот это все, это все бизнесы. Почему? А, для Тайса. То есть, ну, надо понимать, что, ну, представьтесь, да, то есть вы купили машину, она у вас работает, вдруг кто-нибудь там кого-нибудь сбил на ней, там врезался или кого-нибудь повредил там. То есть здесь очень много вариантов, очень много таких вот, как бы, я понимаю, что это очевидно. То есть все, что первое приходит в голову, ага, турист, туристу нужен транспорт, ему нужно жилье, ему нужны экскурсии. Но надо понимать, что это же светлая мысль пришла в голову еще, там, десятку тысяч наших соотечественников, которые сюда приехали. Вот, поэтому тут многие ищут такие, знаете, хитрые ниши. Например, мне недавно один знакомый занялся органической косметикой. И он, говорит, неплохо, довольно-таки маржинальный бизнес. Поставляет ее в Россию? Ну, он пока здесь на локальном уровне, то есть он пока тестирует спрос, там, все такое. Но, в принципе, здесь, чем Таиланд хорош, у него здесь есть огромное количество натуральных ингредиентов для вот таких вот вещей. То есть для того, чтобы делать какие-то хитрые масла, какие-то, знаете, ну, всякие там шампуни натуральные. То есть именно чисто без всяких консервантов, без всякой химии. Это такой бизнес, вот, ну, и по его расчетам, ну, я сам не влезал в эти цифры, но он говорит, что очень интересная тема. Здесь, например, кокос растет, да, как у нас на основе кокосового масла делается много, там, косметики тоже всяких разных, там, масла, интересные, даже мороженое делается. А он именно на производстве не занимается? В данный момент он занимается перепаковкой, но, в принципе, здесь организовать производство не очень сложно. Там же нет таких объемов. Расскажи, как местные жители, в принципе, относятся к бизнесу, то есть если вот русский приезжает, хочет открыть какой-то бизнес, насколько вообще они рады этому или они, наоборот, противятся? Ну, надо четко понимать, что мы здесь гости. То есть мы не можем никогда здесь ассимилироваться. Мы не можем быть здесь полноправными членами общества. Ну, разве что мы, там, не знаю, поженимся все на тайках и проживем здесь 10 лет, получим вид на жительство, а потом тайское гражданство, которое, на самом деле, очень сложно получить. Поэтому и вести мы себя должны соответственно здесь. То есть, во-первых, мы, как иностранцы, не можем здесь владеть полноправной землей. Мы также не можем на 100% владеть больше, ну, так сказать, мы не можем владеть на 100% компанией тайской. Ну, по крайней мере, что касается туризма, что касается недвижимости, что касается таких коммерческих высокомаржинальных видов бизнеса. Есть некоторые категории компаний, которые здесь можно владеть 100%. Это, там, IT-компании, там, какие-то сложно высокотехнологичные компании, там можно владеть 100%. Но если вы открываете здесь бизнес, то есть вот у меня, например, у меня есть партнер тайский. Это, ну, можно сказать, мой друг, в котором я уверен. То есть это у тайца 51%. И с этим ничего не сделаешь. Это обязательно условие при бизнесе? Да, ну, либо у одного, либо у нескольких, да, но обычно делают несколько тайцев, разделяют между ними доли. То есть технически это, в принципе, безопасно. Если вы занимаетесь реальным бизнесом, если у вас на компании нет большого количества собственности, то, в общем, это не особо опасно. Но бывали случаи, когда тайцы изымали бизнесы у иностранцев. То есть, если тайцы вам улыбаются, не надо думать, что они на самом деле такие доброжелательные и простые, как вам кажется. Они, когда касается денег, у них, соображая, работает все нормально. То есть они, да. То есть, ну, они же азиаты, здесь много китайцев тоже. Ну, а китайцы очень продуманные ребята. Нам до них, до многих далеко. Ну, с учетом того, что ты уже 6 лет здесь живешь, я так понимаю, что условия комфортные, и ты, в принципе, всем доволен. Здесь, на мой взгляд, вот самое главное отличие от России в том, что здесь стабильность есть. То есть я могу планировать свой бизнес на 5, на 10, на 20 лет вперед и понимать, что здесь ситуация стабильная. Здесь очень стабильное законодательство, которое не меняется десятилетиями. Здесь очень стабильные законы. То есть, ну, вот тут касаемо, допустим, визовых вопросов, да, касаемо бизнеса, касаемо налогов. Здесь не занимается, как в России, каждый месяц что-то новенькое. Там, о, здесь изменения, здесь изменения. Там раз-два в год что-то поменяют, там, подкрутят немножко. Но, в принципе, устойчивая система, очень прочная валюта. Да, если вы посмотрите на тайский БАД за последние, там, допустим, 20-30 лет, то БАД очень стабильно идет по отношению к доллару. То есть, там, максимум плюс 10-15% он играет, но вот он идет вместе с долларом стабильно. То есть, в этом плане, я считаю, это очень важно для бизнеса. Когда у тебя есть в одном что-то планировать, и ты знаешь, допустим, прогнозы какие-то строить. Потому что в России это все как на пороховой бочке. У меня было в России три своих бизнеса. Из них два сейчас живут и здравствуют. Я, правда, вышел оттуда, то есть это не мое. Но это все... Что за бизнесы? Один был поставка нерудных материалов сыпучих, один IT-бизнес, но я его закрыл, и одна это рекламное агентство по изготовлению наружной рекламы. Нерудная рекламная. А кто твоя целевая аудитория? То есть, кому в основном ты продаешь недвижимость? То есть, это все-таки Россия или это разные люди? Я работаю в основном с русскоязычными клиентами, но бывает англоязычные у меня. Я работаю в основном это бизнесмены, скажем так, малый, средний бизнес, иногда крупный бизнес. Часто это рантье. Те, кто привык жить на доход от аренды, ну или от недвижимости. Очень часто ко мне приезжают риэлторы, коллеги. То есть, ну, очень часто. Чтобы продавать потом у тебя? Нет, чтобы купить. Они приезжают, смотрят на обстановку, оценивают заработки и покупают здесь, потому что получается выгоднее, чем в России. То есть, допустим, с чем можно сравнить недвижимость? Недвижимость можно сравнить с банковским вкладом. Ну, например. Чаще всего такое сравнение приводит. Если вы кладете деньги в банки в России, то у вас, да, может быть, процент вы заработаете выше, но у вас риски рублевые, риски валютные и так далее. Все это наслаивается, налоги. Чтобы банк закроется. Да, и так далее. Здесь, вкладывая в недвижимость, это материальный актив, который можно в случае чего продать и даже жить ним. Ну, то есть, разная степень риска. И вкладывая здесь, фактически это получается как валютное вложение. То есть, это сравнимо с валютными депозитами в России, да, допустим. А проценты по валютным депозитам в России, да и в любой точке мира, очень низкие. Давай вернемся к вопросу инвестирования. Сколько денег можно получать? То есть, какой процент возврата инвестиций? То есть, допустим, я там вложил какую-то сумму, сколько процентов годовых я могу получать? Если мы говорим про гарантированные программы управления, то есть, которые предлагают застройщики, то это может быть 7, 8, 9, иногда 10 предлагают, но это уже там такой отдельный вопрос. Если идти со сторонней управляющей компанией, то что мы предлагаем? 7, 8, 10 это процентов годовых? Если мы говорим про вложения со сторонней управляющей компанией, то это от 8 до 10, иногда даже больше получается, до 12. Это в долларах? А я цель 10. Ну, это в батах, но... Понятно, да. Если бы что он стабильный, то это считайте в долларах. Как найти такую компанию? Какую? Вот, которая будет управлять. То есть, я приношу, в данном случае тебе, да, я могу принести просто... Можете выбрать меня. ...денег, и я снимаю с себя все вопросы организационные. Нет, вы не приносите мне деньги. Я деньги клиентские в руки не беру никогда. То есть, клиенту всегда прямые отношения с застройщиком. Да, здесь так принято, что здесь комиссию за... Ну, то есть, комиссию агенту платит продавец всегда. То есть, когда вы покупаете, вы никогда никому ничего не платите. Ну, я имею в виду из агентов, там, или кому-то. То есть, вы платите только деньги на прямую застройщику или продавцу, а продавец уже рассчитывается с агентом. Соответственно, когда вот вы приобрели что-то, вы можете передать в управление. То есть, ну, это ваше решение. Вы можете передать управляющей компании застройщиком, можете агенту, можете сами управлять, если хотите. Есть и такие случаи. Можно ли получить прописку? То есть, вот если я захотел переехать в Таиланд, или как это работает? Здесь нет такого понятия, как прописка. Ну, я имею в виду, вы, конечно, можете получить адрес, там, ну, допустим, вот вы, когда вы арендуете здесь жилье, вы с этим договором аренды и с документами владельца дома идете и регистрируетесь в иммиграционном доме. Есть в этом какой-то смысл вообще? Это обязательно можно делать. То есть, любой иностранец, который живет здесь постоянно, должен регистрироваться по месту пребывания обязательно. Еще долгосрочная аренда получается значительно дешевле. То есть, если я, допустим, хочу приехать на три месяца, на зиму целую, это получается выгоднее однозначно? Ну, на зимние месяцы вряд ли получится сильно выгоднее, потому что надо понимать, что здесь есть сезонность. И все едут сюда. Сезон начинается в ноябре и заканчивается в марте, в апреле. А все остальное, вот сейчас мы с вами встречаемся, сейчас низкий сезон. Как вам низкий сезон на Пукете? Полно прекрасный сезон. Да, сезон дождей. Чуть-чуть не по заведениям. Не, ну сейчас действительно мало народу. Так традиционно сложилось, что низкий сезон гораздо меньше туристов. Сейчас цены минимальные. То есть, вот с мая по октябрь самые минимальные цены на аренду, на все буквально. Когда начинается высокий сезон, то все стремятся сюда на Пукет и, естественно, цены поднимаются. У нас на аренду цена вырастает в 2-3 раза. В сезон. Прилично. Давай тогда расскажи про какие-то основные свои принципы, которыми ты руководствуешься в жизни или в бизнесе. Допустим, 3 основных правила ведения бизнеса, которые помогают тебе двигаться вперед и достигать результата. То есть, которые сделали тебя тем, кем ты сейчас являешься. Я занимаюсь коммерцией и вообще бизнесом очень давно. Ну, уже почти 20 лет. И я так с самого начала пошел в коммерцию. У меня были плохие учителя сначала. Меня научили очень плохим вещам. Я занимался вещами, которыми я сейчас не горжусь сначала. Но потом, когда меня... Касаемый бизнеса? Да, пару раз меня жизнь шваркнула об пол. Когда я пару раз обнулился, я понял, что что-то не так я делаю. Ну, вот в Питере там. И вот как раз у меня такой был переломный, наверное, момент, когда я летел из Шанхая с одним таким бизнесменом из Омана. И он мне рассказывал... Ну, мы с ним там разговорились. Он рассказывал, что у него магазин ковров, семейный бизнес, которому там уже 300 лет. Я спрашиваю, слушай, а как вот ты 300 лет один бизнес, семья ведет и не банкротится, ничего там? Он говорит, а все очень просто. Когда начинаешь бизнес, нужно его планировать, ну, как минимум на 100 лет. Это, говорит, мне отец рассказал. Вот ты, говорит, относись к клиентам так, как будто ты всю жизнь с ними будешь работать. Делай свой бизнес так, как будто ты планируешь его вести минимум 100 лет. И тогда у тебя все будет хорошо. Это первое. Второе, что я понял, что гораздо проще и легче продать правду. То есть, если ты не врешь, то тебя невозможно поймать на лжи, тебя невозможно обвинить в том, что ты кого-то обманул просто потому, что ты говоришь правду. По крайней мере, если ты в это веришь. То есть, быть честным. Да, быть честным. Это очень важно сейчас, я считаю. Потому что сейчас я живу в мире диджитал-маркетинга, цифрового маркетинга. И мы не можем сейчас любое движение твое, оно записывается в сети. На камеры, на клиенты могут рассказать про тебя, видеоотзывы, записать там еще что-нибудь. И мы не можем себе позволить портить репутацию из-за какой-нибудь, допустим, минутной наживы. Вот чем проблема. И я просто пошел по такому пути, что я, если я не верю в какой-то продукт или в какой-то проект, я просто не повезу туда клиенту. И они говорят, даже если мне предлагают офигенно большую комиссию, то есть я лучше пропущу. Или если я вижу, что заведомо клиенту не нужно что-то, иногда ко мне приезжают, говорят, вот мы продали в Москве квартиру, хотим здесь купить, чтобы жить. Я говорю, погодите, ребята, вы там все продали, здесь хотите купить, ничего не знаю, не работает, ничего нет. Я говорю, зачем вам это? Ну вот, мы хотим устроиться здесь, нам нравится. Я говорю, а вы здесь когда, давно? Они говорят, ну вот две недели назад приехали в отпуск и решили остаться. Я говорю, молодцы, ребята, для начала оставьте идею покупки недвижимости, потому что она вам не нужна. Арендуйте, найдите работу, подумайте, нравится вам здесь или нет, а потом уже думайте, чтобы что-то покупать или жить где-то. А может, вам не понравится, или вы переедете в другое место. То есть вот такие случаи. Круто, веди честно бизнес и будешь спать спокойно. Да, сейчас за честность хорошо платят. И третье? Третье, я считаю, что в жизни должна быть гармония. Я имею в виду между бизнесом и увлечениями, и семьей. То есть, знаете, есть такая звезда, да, вот этих вот, ну, как бы там, да, там, семья, здоровье, там, увлечение, там, бизнес, деньги, там, все, что... И вот важно, чтобы вот эта звезда, да, чтобы вот эта вот гистограмма, она была гармоничная, чтобы она была как можно более ровной, круглой. И вот если она будет круглой, то я верю, что это и есть путь к успеху. Вот такое у меня принцип. Я стараюсь вот как бы подкручивать. То есть, когда я понимаю, что я мало провожу времени и семью, я начинаю, значит, что-то отодвигать и больше в плане телевизии. Круто. Значит, три основных принципа. Это делай бизнес сразу, планируй на сто лет. Первое правило. Второе правило – это вести бизнес честно и быть максимально открытым. И третье – это баланс между всеми сферами жизни. Работой, семьей, увлечениями. Супер. Слушай, ты находишься в хорошей форме. Расскажи, ты занимаешься каким-то спортом вообще? Не, я сейчас на самом деле в плохой форме. Это я последний сезон. Но все равно каким спортом занимаешься? Что нравится, чем увлекаешься? Ну, я занимаюсь немножко фитнесом, ничего такого особенного увлечения. Мне так, мне, наверное, повезло, потому что я люблю творить, снимать видео, монтировать иногда. То есть, то, что я делаю сейчас, у меня как бы работа и творчество два в одно. То есть, все время в движении? Ну, да, да. Я на месте не могу сидеть. Ну, я люблю путешествовать, а на это нужно много денег, поэтому... Вообще, ты в море купаешься или уже все, это осталось первый год жизни? Нет, но когда есть возможность... Нет, нет, я с удовольствием купаюсь до сих пор. Никогда не понимал людей, которые говорят, что вот мы не купаемся, живя здесь. Нет, если ты... Ну, я стараюсь получать удовольствие от жизни обязательно. Без этого нет смысла никакого. То есть, зачем заниматься бизнесом, чтобы там не осталось времени ни на что вообще другое. Расскажи, как у тебя получается развиваться, то есть, что ты делаешь для саморазвития? То есть, может быть, читаешь книги, журналы, там, или получаешь информацию из ютуба, или как-то это нетворкинг. То есть, вот как ты развиваешься? Ну, во-первых, я в последнее время развиваюсь больше так, что вот я знаю, что мне нужен какой-то навык определенный. Ну, допустим, вот недавно так получилось, что мне нужно было осваивать системы бронирования. Да, это всякие Booking.com, Airbnb, Agoda и так далее. Это оказалось, на самом деле, целый большой спектр знаний, которые, ну, вот на кривой козе туда не подъедешь. То есть, надо погружаться, надо нырять. Тут не получится по верхам. То есть, вот сейчас, как бы, очень многие люди, вот просто поверхностно что-то узнают и считают себя как бы специалистами. Открываешь ютуб, эксперт, 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 ё-моё, все эксперты, а где обычные люди? То есть, и чтобы вот перейти вот эту грань между псевдоэкспертом и, на самом деле, человеком, который развивается, ну, то есть, понимает, то нужно погружаться целиком с головой. Это тяжело, это требует определенной концентрации, но без этого никак. В основном учусь самостоятельно, у меня нету наставников никаких, ну, то есть, я много общаюсь с вами клиентами, потому что мне, по счастью, ко мне приезжает огромное количество очень умных, продвинутых, талантливых людей, которые просто, можно за ними записывать, можно ходить и просто записывать то, что они говорят. Поэтому, вот, от клиентов очень многому учусь, ну, в интернете, да, ну, вообще, я стараюсь открывать новые какие-то дороги, то есть, я не люблю ходить по чьим-то стопам, да, то есть, я никогда не делаю так, чтобы я посмотрел в интернете, начал внедрять у себя тупо, да, вот как сказали, там, по инструкции. Короче, ты настоящий предприниматель, который идет в темноту, неизвестность. Да, я много экспериментирую, я за год, за сезон, я делаю минимум три новых проекта, которые, ну, вот, за низкий сезон, потому что высокий сезон, у меня нет времени, у меня две встречи в день, которые я прихожу и просто падают, потому что, ну, это требует очень большого выброса энергии. Встреча с клиентами. Да, работа с клиентами, потому что это поездки, это постоянные, там, просмотры, это много общения, это очень выматывает. Ты занимаешься именно на Пхукете или... Только Пхукет. Пхукет довольно большой остров, хотя может показаться, что это не так, вот, на самом деле, довольно большой, и здесь достаточно бизнеса, достаточно денег, достаточно всего. Вот, а поэтому, как бы, как, учусь, учусь у жизни, учусь у бизнеса. Какие основные цели какие-то ты себе ставишь, то есть, может быть, на год, на 10 лет достигнуть чего-то? Вообще есть у тебя вот это вот какое-то постановление целей и стараться к ним идти? Сейчас у всех просто популярно ставить себе там 100 целей или еще что-то там. Я спокойно отношусь к постановке целей, то есть у меня есть цели по жизни, которые мне нужно обеспечить финансово, да, это там обучение дочери, это какие-то там, ну, забота о родителях, там, какие-то такие вещи, да. Но у меня не стоит каких-то целей для себя лично, потому что, мне кажется, цели ограничивают. То есть, когда ты себе говоришь, что вот я хочу добиться вот именно вот этого, ты по сторонам уже ничего не видишь. Ну, может быть, финансовый результат? Ну, я на данный момент я зарабатываю столько, что я могу не думать о деньгах. И моя задача только в том, чтобы этот уровень не понижался, и все. Супер. Ну, у меня вопросы закончились. У меня есть вопросы. Да, пожалуйста. Я думаю, что, да, я думаю, что ребят могут задаваться. Есть вопрос. Резапия для себя у нас, сколько, ну, вот, понятно, что если с рубежом, ну, там, с ракомой, то выходят другие днижбеси. Вот, а здесь же есть риски, вот, касаемо, там, ну, во-первых, оформления. Как происходит оформление недвижимости для иностранства? Вот, я понимаю, есть там вилы, когда земля есть, есть недвижимость, и это модель пашки. Вот, ну, это, наверное, первый вопрос. Так что я думаю. Хорошо, но, что касается оформления недвижимости здесь, здесь есть два варианта. Это так называемый leasehold и freehold. Freehold – это аналог частной собственности в России, никаких условий, на ваше имя регистрируется недвижимость, то есть там никаких рисков нет. Что касается leaseholdа, то это долгосрочная аренда. С чем это связано? С тем, что тайцы не хотят, чтобы мы завладевали землей. Поэтому, например, вот участком земли иностранец владеть не может. Он может его арендовать. На срок минимум 30 лет, да, ну, от 30 до 90 лет, там, ну, разный момент было. Но надо все равно продлевать. Максимальные сроки, которые одновременно можно взять и по 30 лет. Соответственно, leasehold – такая форма также практикуется для апартаментов, для квартир-конгоминиумов. Неправильно было бы говорить, что рисков нет при инвестировании, да, потому что, на самом деле, рисков – там, большой список. Все сводится к тому, что, если вы, так сказать, работаете с нормальным архитратным агентом, используете юриста, занимаетесь проработкой договоров, да, то есть, ну, тогда вероятность попадания в какую-то нехорошую ситуацию уменьшается. А сколько человек в компании работает? Ну, если говорить про продажу, сейчас тут занято немного людей, там, буквально, 3 человека, а в Варензии, там, человек, нет. Задил продажи. А срок времени и решения покупки, когда вы, так же, в 2 секунды, в 2 секунды? Ну, сама сделка происходит быстро, обычно, там, 3-5 дней. Но, нет, с момента первого сонка до... О, это очень разно бывает, да, мне, до нескольких лет. То есть, это от одного дня до нескольких лет. Ну, в целом, конечно, период дозревания клиента в неделю, если большой, там, полгода, бывает год. А вам не скучно? Вы не скучаете? Мне не скучно, я вот прихожу домой, мне бы помолчать. Что касается общения с другими людьми, ну, мне довольно сложно. Ну, чем старше, тем, наверное, сложнее найти себе какой-то круг общения, друзей, тем более. У меня есть, скажем так, люди, с которыми мне нравится встречаться, но я бы не назвал это вот прям дружбой. Это в Таиланде? Да, здесь. Вообще, здесь русских живет порядка 7-10 тысяч человек постоянно, но при этом все как-то кучкуются. То есть, есть какие-то тусовки, эти там, йога, это там детский клуб мамочек, это там еще чего-то. То есть, вот такие, как бы, местечковые образования, а так, чтобы мы как-то встречались с диаспорой какой-то. Нет, к сожалению, у русских это не принято, ну, так, да, особенно за границей, если вы посмотрите, нигде за границей вы не увидите русскую диаспору, вот, тусующуюся вместе, кроме как в Америке, наверное. А куда-то путешествуете вообще с женой, то есть вот за 6 лет куда-то из Таиланда, какие-то другие страны? Ну, ближайшие страны это Малайзия, Сингапур, Лаос, Камбоджа. Вот в этом году мы съездили в Европу, Германия, Франция, Швейцария, тоже 25 дней, да. Дочке было полтора года, ну, как вам сказать, это было тяжело, потому что маленький ребенок, это ты вот бегаешь вокруг ребенка и поспать, поесть, переложить там, еще что-то жарко, попить и так далее, подгузник у меня, это, конечно, это не опыт. Слушай, ну, я так понимаю, ты живешь в формате, что у тебя нет выходных и нет полных, ну, то есть вот ты все время работа как жизнь, жизнь, это часть работы. Не, не совсем, у меня есть семейный день, воскресенье, когда я не работаю, то есть если, ну, за редким исключением. А я заметила, что у вас кольцо обручальное на левой руке, или это не обручальное? У меня просто потолстела рука. Окей, просто я думала, ну, есть же, ну, вот Америка, да, и ребята. Не, я даже не каждый день его ношу, это просто, мы 13 лет прожили вместе, потом решили купить кольца и поженились здесь, нет, поженились здесь, да, у нас тайское съездство. Тайское? Да. А вот про дочку хотела еще спросить, у вас планы сад, школа, институт, какие вообще у вас видения на образование детей, в принципе, на ее развитие? Это, с этим как раз связаны мои планы, скажем так, по жизни, потому что я понимаю, что здесь комфортно, допустим, ребенку, это вот начальная, средняя школа, то есть до, там, 15-16 лет. Дальше уже, когда речь идет о каких-то там колледжах и институтах, то, конечно, Таиланд не самый лучший вариант, здесь очень дорого высшее образование, здесь есть садик, извините, мы здесь, садик стоит 200 тысяч ватт в год, это как МГУ, то есть это садик, два года, вот, поэтому, ну, понятно, что это там международный садик, там, французский, все такое, там, все красиво, но накладно. Ну, это, наверное, я хотел попонять, наверное, с точки зрения основной причины вообще уезда из России, то есть, я так понимаю, что, в общем, сад хотел сюда приехать, а пока я до конца не понял, где была там финансовая какая-то цель или комфортная жизнь, и, там, если не, или в целом, там, может быть, какие-то тематические вообще, там, пожелания были, вот, я пока не до конца этого рассказал. Ну, вообще, в России на тот момент я достаточно неплохо зарабатывал, ну, я был там на хорошей должности, и, как бы, была интересная жизнь, но моя жизнь тогда превратилась в такой замкнутый круг, в колесо величие, да, то есть, больше зарабатываешь, больше тратишь, не было никакого вообще развития, не было никакого творчества, никаких увлечений, были проблемы с алкоголем, потому что в Питере по-другому невозможно. И, ну, погода, да много чего, нет, на самом деле, много чего, много чего, но я, больше всего, я понимал, что в Питере, с тех пор, как он стал филиалом Москвы, просто не было денег физически, то есть, у меня вот где-то лет, года за три, за пять до моего отъезда появилось ощущение, что как будто крантик перекрыли, и просто нет денег в городе, то есть, все друг друга швыряют, все друг другу зажимают деньги, динамят, там, что угодно делают, лишь бы только не платить, там, суды, еще что-то, да, то есть, в том числе, нас там швыряли несколько раз, и вот эта вся обстановка, плюс то, что, ну, например, в России нам не хотелось заводить детей, потому что вот в эту вот среду погружать ребенка, ну, просто страшно, на мой взгляд, опять же, это я так считаю. А то, что касается родственников, которые там остались, возможно? Родственники, да, они переживали сильно сначала, они думали, что мы едем в Банановую республику, потом, когда по одному разу сюда приехали, уже все, перестали переживать, и теперь просятся, когда к вам можно приехать. Еще хотел спросить, с точки зрения инфраструктуры местной, а, соответственно, что есть здесь вообще, кроме туристических развлечений, чем вы себя развлекаете, чем занимаетесь вообще? Здесь одна проблема, на мой взгляд, такая серьезная, это отсутствие каких-то культурных развлечений, да, то есть я из Питера, я привык, что у меня под боком 10 театров, выставки какие-то, куда-то можно поехать, погулять, еще что-то, парки, здесь, конечно, с этим проблема, то есть досуг, как таковой, здесь довольно сложно организовывать, это, конечно, зависит достаточно сильно от денег, которые у тебя есть, потому что можно, полетел в Сингапур или там в Гонконг, посмотрел в Дюссалил, вернулся обратно, но, конечно, здесь это проблема. Но получается больше всего развлечения и такое исследование мира больше за рубежом происходит, да? Да, ну, нет, сам Таиланд очень интересная страна, просто, ну, мы уже шесть раз были в отпуске в Таиланде за это время, мы уже объездили весь Таиланд, на самом деле очень большая и очень интересная, очень красивая страна, по которой можно очень долго путешествовать, то есть, ну, месяц вы все не успеете посмотреть, вообще никак. Это несколько раз нужно, потому что есть разные регионы, есть горы на севере, где там Чангмай, Чанграй, шикарные места, я очень люблю там их, ну, мы много раз там были уже, сколько, три раза, по-моему. Центральная часть, Бангкок, ну, сам Бангкок, вот Бангкок я ненавижу, если честно, просто не самый мерзкий город, наверное, из тех, что я видел. В Таиланде, знаете, есть такая штука, здесь исполняются желания, то есть, если ты здесь что-то задумал правильно, как надо, поставил себе задачу, да, то вселенная тебя услышит и даст тебе, что ты хочешь. Все загадываем желания. Да, но, правда, есть одна проблема, исполняется это только здесь, в Таиланде, в России это не исполняется. Еще вопрос с точки зрения бизнеса, я так понимаю, что, в принципе, есть определенная мобильность, куда дальше переезжать и так далее, вот, если дальше расти с точки зрения бизнеса, есть ли желание там развиваться в той же недвижимости, в другие острова, там, другие страны, я так понимаю, схема-то, она довольно понятная, отработанная, ее можно масштабировать, там, на другие территории. Любое развитие, оно хорошо, когда оно происходит без тебя, да, то есть, вот, создал какой-то там, вот, чем мне нравится, допустим, я завидую инфобизнесам, потому что они могут развиваться, просто масштабироваться, просто увеличивая трафик. Я так не могу, да, и это, ну, так кажется, что то, что я делаю, можно масштабировать. На самом деле, довольно сложно масштабировать, потому что это я-бренд, я не могу создать филиал, я-бренд, да, это очень сложно. То есть, я могу расширяться здесь, здесь, на самом деле, очень большой рынок. Рынок Пукета, это, там, 5-10 миллиардов в год. Почему бы не забрать себе кусочек? Спасибо тебе еще раз за встречу, было приятно получить полезную информацию, и я думаю, что все остались довольны, все было круто. Спасибо. Ну что, Андрей, как тебе понравилось наше сегодняшнее встреча? Слушай, я, на самом деле, невероятно рад, что с тобой познакомился, было очень приятно пообщаться. Я получил для себя три полезных принципа, которыми ты руководствуешься, и они мне, правда, близки, я думаю, что я буду их тоже применять. Это было круто. Спасибо. Мне, на самом деле, тоже понравилось, ребята такие все живые, интересные. Я вообще люблю вот молодых предпринимателей, потому что с ними, когда общаешься, тут как соль земли, да, с ними. Заряд, заряд энергии. Да, так ты получаешь сразу от них, они такие, им все надо, и все интересно, все. Я вообще очень люблю таких ребят. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо. Да, очень приятно. На этом мы заканчиваем, ссылка на канал Андрея будет в описании к этому видео, обязательно пройдите, подпишитесь и передайте привет от Сергея Шаляпина. А у нас на сегодня все, спасибо и до встречи на Пукете, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok